Всем друзья, здорово! Многие не верили, но это произошло. Шон О'Мелли сотворил историю. Год назад он попал в рейтинге, а сегодня стал чемпионом и затея неполных два раунда произошло столько всего, что боюсь моего формата обсудить все не хватит. Я постараюсь затронуть четыре важных момента. Первый, что пошло не так у Стерлинга. Второй, в чем оказался Крут Шон. Третье у Мелли, это новый МакГрегор. И четвертое, с кем ему дальше биться, претендентов там тьма. Ну а с вами, как всегда, Евгений Ткаченко. Пробивайте палец вверх и поехали! Начнем давайте с Алджимина Стерлинга и сразу отдадим ему должное за слова после боя и на пресс-конференции после того же боя. Он повел себя максимально по-чемпионски, достойно принял поражение. Никаких не было от масс, засудили, остановили рана и все в этом духе. Теперь дальше. В заключительном разборе, кто смотрел, я сказал, что Стерлинг может проиграть только нокаутом, а привести к этому может только недооценка. И хоть Алджи был готов, прекрасно был в очень крутой форме. О чем он тоже сказал после поединка в своем выпуске. Первая его фраза была «Я его сильно недооценил». Первое, что я подчеркну, он не мог Шона догнать и, так скажем, запереть его около сетки. Это ему сильно мешало. Но это не самое главное. Кто-то сейчас говорит, что Шон невероятно прокачал защиту от тейкдаунов после боя с Петей. Но, как сказал сам Омелли и его тренерский штаб, они борьбу вообще не тренировали и это был худший лагерь. Трещина в ребре не давала Шону ничего делать и они просто береглись к этому поединку, понимая, что шанса терять просто нельзя. Тем не менее, Стерлинг его не перевел. И я вот думаю, а может с Алджу просто лучше не бороться никому? И тогда он не будет у тебя забирать легко спину. Ведь Петр Ян сам порой лез в клинч и борьбу, Сихуда тоже лез бороться, но он-то, понятно, олимпийский больник. Шон же отказался от борьбы напрочь. Просто ее избегал и переводы не прошли. Ну ладно, это долгая дискуссия, еще этого коснемся, но можно уже задуматься. И вот самое главное, я считаю, это недооценка. Первый раунд все единогласно отдали Стерлингу, у него в стойке все получалось. Он мелья бил ему только в корпус и изредка лоу-кики. И Алджу после боя скажет, я видел возможности. То есть, понимаете, он отошел от своего плана бороться и постоянно висеть на ногах. Просто потому, что увидел в стойке возможности, то есть Шон его, получается, заманил. Он дал ему увидеть эту возможность и Алджу на него попер. Ведь он бы не пропустил этот удар, если бы не полетел с такой атакой, где уже его идеально провалили и сконтрили. Да и Сахарок, знаете, уникальный персонаж еще тем, что его все недооценивают. Петр Ян, Стерлинг, все думают, что это Шут Гороховый. Все говорят, кого он там бил, что может этот пацан. Вспомните про Конора, говорили так же. Перед боем с Мендесом говорили, что он не бился еще с нормальным борцом и ему теперь точно конец. Перед Альду говорили, что он не бился еще с серьезными ударниками. И передней ноги его в каратэ стойке точно хана, Альду его сломает. Недооценка играет сумасшедшую роль в ММА и сыграла здесь тоже. Вот вам и пожалуйста. Отошел от своего плана, от своей базы. Упал на каратэ. В чем оказался крут Шон Омелли? Первое, это ментальное состояние. Он реально уверен в себе. Смотря последнее время ММА, очень сложно на это обращать внимание. Каждый второй несет пургу про величие, про уверенность. И сложно отличить человека, который скрывает свои комплексы от настоящего безумца, который считает, что ему море по колено. Ну а закон притяжения работает еще как. Конор Макгрегор очень сильно верил в закон притяжения и перед своими боями еще в полулегком весе читал книгу о правильном мышлении и правильном настрое. Шон Омелли сейчас исповедует такой же принцип. Более того, Сахарок отказался от тусовок и сосредоточился на тренировках. Раньше он часто залипал в Warzone, в доту, тусил каждые выходные в клубах, плохо спал. Сейчас он ничего не посещает и отдается полностью тренировочному лагерю. И самое главное в этом бою Омелли придерживался своего стиля. Он делал то, что умеет. Стерлинг, как я уже говорил в разборе, перевел делошоу через 18 секунд первого раунда. Там он опасался за ударку. Здесь был более молодой и резвый ударник. Да, он не мог его там догнать, но опять же недооценка. И первая попытка побороться была только через 4 минуты 40 секунд, то есть в конце первого раунда. Когда я сам выступал в ММА и решил попробовать ударить как Петти с разножки, пробить вертушку. Мой тренер после в углу меня спросит, что я там исполняю. Ты никогда этого не делал на тренировках, делай то, что делаешь лучше всего. Умеешь двойку, бей только двойку. Так вот, это я к чему. Омелли делал то, что делает лучше всего. Держал дистанцию, вытягивал на себя, идеально передвигался из стороны в сторону, менял стойки. Путал стерлинга как только мог и когда пришло время, сконтрил точнейшим правым. После этой громкой победы, все начали сравнивать Конора Макгрегора и Шона Омелли. И действительно, нокаут до безумия схожий. Только рука различается, которая стала фатальной. У Сахарка есть эта ментальная уверенность. Представьте, он долгое время часто травмировался, попадался на запрещенке, бил мешков, которых давно уволили. А здесь ему дают сначала Петро Яна, да другой бы на его месте сошел с ума и снялся еще задолго до поединка. Сколько таких случаев было, но только не Омелли. Он действительно в себя верил и бился как Робби Лоулер, ни шагу назад против такого-то боксера. Потом ему дают Алджо, чемпиона, который только что побил всех в топовой пятерке и обещает его вырубить. Не просто пустословит, а конкретно знал, на какой удар его подловит. Они оттачивали эту встречу в лагере, перед боем в раздевалке. Это, друзья, совсем другая уверенность, совсем другое понимание игры. Ежели мы видим трепот бойцов-болтунов или часто на прессухах новомодном поп-ммэй. Ну и самое главное, это создание личного бренда. Конор Макгрегор показал, как это работает. Когда ты не просто серый боец и просто кого-то там побеждаешь, ты никому не интересен. А когда ты можешь бить хрен пойми кого, а о тебе будут знать все. У Шона есть ютуб-канал, он его развивает, уже залил после победы пару роликов. Он стримит, снимает видосики в тикток, где пробует российское Оливье. Ему не нужно ходить и обзывать Стерлинга клоуном, чтобы смотреться привлекательно. Он работает над своей медийкой в ином плане. Вспомните даже пресс-конференции или битвы взглядов, где он ничего не отвечал Стерлингу или игнорировал все оскорбления Петра Яна. Он же ему так ничего и не ответил на пуделя и девушку с дороги. Это больше не прикольно, это легко и слишком тупо. А вот чтобы раскачивать себя в соцсетях, иметь харизму, быть интересным, это совсем другое. В общем, Шону Мелли сейчас это бренд, я надеюсь его также дальше аккуратно будут вести и раскручивать, и это мы сейчас, кстати, обсудим. Соперником Шона сейчас может стать кто угодно. Пока кто-то хмурит брови и говорит о рейтингах, те, кто давно следят за UFC, все прекрасно понимают. Сейчас, возможно, логично дать Стерлингу реванш, но стилистически он очень невыгодный соперник и хрен его знает, что будет во втором поединке. Дальше есть Мираб Двалишвили, но это, ребят, просто убийство Дивизиона и всех его акций. Дивизион сейчас на пике хайпа, Дана Уайт говорит, что рейтинги ТВСовой и продажи по Эпервью сейчас побили все рекорды. Дать бой против Мираба это закопать все к чертям. Ну, во-первых, с Мирабом будет тяжело продать и не какой-то мести за друга оно это не прокатит. У него минимальная фан-база и максимально скучнейший стиль боя. А во-вторых, этот стиль контра Шону. Двалишвили базовый борец и он просто будет упираться все 25 минут около сетки и от него отцепиться будет куда сложнее. Дальше Сихуда, но он после поражения и тоже крайне опасен. Не знаю, что он сейчас там пытается раскрутить, но чем он лучше Мираба я не могу понять, но только имя громче в раз 10. Есть реванш с Петей Яном и, кстати, Ян уже про это написал. Но Петя сейчас идет на серии с трех поражений подряд. Плюс отказывался от боев против Марлона Веры в августе и акции Яна сейчас низки, как никогда и ему минимум нужно две громкие победы, чтобы вообще говорить о поясе. Умар Нурмагомедов свою возможность потерял, думаю, надолго. Еще вчера он мог занять место Кори Сенхегена в рейтинге, но снялся из-за травмы, снялся с главного боя вечера. А это UFC очень любят и им плевать на твои травмы. Когда парня с 11 строчки авансом хотели забустить вверх, а он не смог выйти на бой. Остается у нас Кори Сенхеген и Марлон Вера. Кстати, Вера не так давно проиграл Кори, но это сейчас мало кого волнует. С Кори, знаете, можно, но это очень сложный соперник. Стойкий, выносливый, опытный, да еще и теперь борец. С ним шансов сделать бой в разы меньше. А вот, друзья, Марлон Вера это идеальный соперник. Это реванш. Три года назад Сахарок ему проиграет техническим нокаутом, там у него случилась травма. Он прежде всего бьется в стойке и бороться не спешит. Любит биться на зрелище, самоуверенный, они сильно друг друга недолюбливают. Шон уже о нем заговорил, а в UFC любят вызовы и прогрузку боя. Ну и, конечно, самое главное, очень многое решает чемпион, с кем ему биться и когда. А такой чемпион, как Шон, на которого UFC сейчас будут молиться, будет сам выбирать даты. Вот, увидите. UFC так были рады его победы, что опередили меня с обзором турнира и дропнули весь бой сразу к себе на YouTube. Показали сам нокаут, такое за мою практику впервые. Они сейчас сделают все, чтобы его звезда засияла страшно. Ведь они так давно искали нового Коннора Макгрегора. Я думаю, Генри Сихуда подерется с Мирабом, Пети могут дать Роба Фонта. Кори, возможно, сделают реванш против Стерлинга, тоже нормальная тема. Если тот останется в дивизионе, аж он подерется против Марлона Беры. И никто, друзья, никого не спросит и на рейтинге смотреть никто тоже не будет. Такие вот, друзья, первые размышления после боя. Конечно, хотелось бы обсудить еще много чего, хоть делать свой подкаст. А то многие тонкости приходится пропускать, чтобы не сделать нудно. Пишите, как вам нокаут у Мэли и с кем бы вы его поставили дальше. Представьте, что вы матчмейкер. Ну и самое главное, вы верили, что Шон его так вырубит? Я, честно, нет, хотя я болел за него и я это озвучивал. Мне интересно, кто спал и видел, что он именно так его рубанет. Напишите. Не жалейте лайка этому выпуску, пробивайте подписку на канал, колокольчик, залетайте в телегу, там еще больше информации. А с вами, как всегда, был Евгений Ткаченко и мы не прощаемся.